Резкие перепады температуры, как следствие, новая зимняя беда. Сосульки образовались на крышах домов и угрожающе свисают с козырьков. Вот видите, здесь большая сосулька висит. Вы не боитесь, когда проходите мимо таких зданий, что сосулька может на вас упасть? Ну, естественно, боимся. А как думаете, кто за это ответственный, кому нужно обращаться, чтобы за сосульками, за вот этими всеми смотрели, и люди были в безопасности? Ну, это отвечает КСКА, по-моему, как бы, снова. А вот сейчас, например, вот эта сосулька висит, как думаете, какие меры нужно предпринять? Ну, это надо жильцам написать заявление, так думаю, в КСКА обращаться. Если у них нету долгов, то, естественно, КСКА будут отвечать за это. КСКА, наверное. Ну, КСКА, я думаю, должны отвечать. А если КСКА не работает? Ну, тогда не знаю, кто. Хозяин магазина либо квартиросъемщики, кто здесь живет? Ой, ех, корный бабай, не дай бог там пойти. Не, ну, хотя бы оградите, вот нефига сосулина висит. И как раз люди здесь ходят. Ну, вообще-то, за все отвечает КСКА. А вот если КСКА не работает, то тогда куда обращаться населению? Ну, наверное, городской кемат. Больше куда. Сейчас у нас более-менее городской кемат. Аким появился этот, деловой. Те как-то были, этот вроде по делу. К нему обращаться надо, не знаю. По-моему, надо все-таки городским властям как-то подключаться к этому делу. У нас скалолазы лазили, значит, по крыше, поснимали все сосульки. Значит, на подъезды мы наклеили объявление, что осторожно. Примерно вот таким ходом вот и ведется работа. Предупреждаем жителей города, нужно быть крайне внимательными при выходе из подъезда. Не ходите близко к стенам домов, магазинов. Автовладельцам стоит позаботиться о стоянке своих авто.